Добро пожаловать на канал Детского Центра «Золотая Рыбка». Здравствуйте, меня зовут Александра Михайловна, я преподаватель живописи в Семейном Центре «Золотая Рыбка». Работаю с детьми, школьниками и школьниками. Самое интересное, что я очень долго, где-то до 4 лет, я вообще не рисовала. Но я очень любила смотреть, как вообще рисуют. И для меня вот этот процесс, когда на белом чистом листе бумаги вдруг появляется какой-то мир с пространством, который ты можешь рассматривать, размышлять, появляются какие-то чувства, когда ты смотришь на рисунок грусти или радости. И вот этот сам процесс, он как волшебство для меня. Это какая-то тайна, которая до сих пор неинтересна, разгадывать тайну этого белого листа. Потому что каждый раз, когда начинаешь какую-то работу, никогда не знаешь, что у тебя в конце получится. А как я начала работать с детьми? Ну, вообще, мне кажется, что люди, когда они взрослеют, они, может быть, становятся более, конечно, мудрыми, они получают какие-то знания, опыт. Но вот это вот такое живое, очень чистое восприятие детское, они как бы теряют, к сожалению. Вот. И когда вот именно работаешь с детьми, когда с ними общаешься, то можно как бы вернуть вот это чувство, когда как бы ты видишь предмет, как первый раз. Дети, конечно, они очень вдохновляют и на работу, и не только на работу, а вообще на жизнь вдохновляют, потому что они как наше такое отражение. Ну, вообще, вот, ну, часто вот бывает, что родители спрашивают, вот, как вы думаете, вот, посмотрите, стоит ли моему ребенку рисовать, и вообще есть ли у него способности, стоит ли ему ходить на рисование. Вот, я абсолютно точно могу сказать, что стоит попробовать, и что у каждого ребенка есть способности рисовать, и их надо развивать. И очень важно, чтобы вот именно в таком возрасте, в дошкольном, чтобы он прикоснулся вот к этому миру вот искусства, живописи, чтобы он научился понимать красоту, чтобы он не боялся выражать себя, чтобы он не боялся фантазировать. У Марины Цветаева где-то в биографии у меня есть такие слова, что все, что я полюбила и все, что я узнала, я узнала до 7 лет, а потом всю жизнь это осознавала. И вот мне кажется, что это действительно так и есть, что ребенок, чем бы он потом в жизни не занимался, он может быть или ученым, или, не знаю, там, конструктором, но вот эти знания, которые вот и способность нестандартно мыслить, способность образно мыслить, помогают ему в любой специальности. Подписывайтесь на наш канал, мы будем рады видеть вас в нашей семье. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нам это очень важно для дальнейшего развития нашего канала.